Добро пожаловать на канал Алигеймс! Вот и пришло это время обсудить Dragon Age The Вейлгард спустя 77 часов прохождения и прохождение игры практически на 100 процентов. Ну, на 96. Вот. Что хочу сказать в первую очередь. Я думаю, весь ролик будет пронизан таким, знаете, противоречивым чувством, потому что именно такое ощущение у меня осталось после прохождения игры. И самое забавное это то, что в целом-то игра мне понравилась, то есть послевкусие осталось приятное. То есть как игра это хорошо, но хорошо ли это как Dragon Age? Давайте разбираться. В первую очередь хочу отметить техническое состояние игры. За все более на данный момент уже 85 часов игры у меня случилось всего два вылета, когда игру логанула и она вылетела. Был один момент, когда я думала, что залагал квест, но в принципе после перезахода на локацию это починилось. В остальном же игра работает очень хорошо на довольно среднем железе и показывает отличную картинку. То есть я могу только представить насколько хорошо она выглядит на топовых системах, но даже у меня на ноутбуке на средних настройках это работало отлично. Поэтому в этом плане думаю на слабые компьютеры тоже будет работать неплохо. При старте игры нас Варик знакомит с небольшой вводной о том, кто такой Солос, почему за ним гоняются и почему нам нужно его остановить. Как по мне это несколько скомканное объяснение, кто это и что это. И для новых игроков, возможно кто не знаком с серией, не совсем будет понятно вообще, что здесь происходит и почему так важно его остановить, как мне кажется. Поэтому нужно все-таки проходить предыдущую часть, хотя бы инквизицию, для того чтобы понять, что вообще происходит. Вообще Вейлгард в целом ощущается реально как вот самое что ни на есть прямое продолжение инквизиции, вот как вторая часть. Далее нас встречает редактор персонажа, где мы собственно создаем своего рука. Редактор поначалу мне показался несколько сумбурным, но немного поковырявшись, в принципе где-то за час времени я смогла создать вполне себе симпатичного персонажа, который мне очень нравился и мне не хотелось его менять на протяжении игры. Важно и приятно, что они все-таки добавили вот это вот освещение для создания, что ты можешь посмотреть в каком свете, как твой персонаж будет выглядеть и подкорректировать его, чтобы он не выглядел очень уж ужасно. Отдельно хочу заметить, что причесок действительно добавили много, волосы волосаты, но реально красивых причесок осталось мало. Все остальные какие-то афрокудри, афрокосички и прочие штуки лично меня не привлекают. Это конечно вкусовщина, но как бы обещали много причесок, из них юзабельных не то чтобы много. Далее мы переходим к выбору класса персонажа. У нас есть три основных класса, это воин, разбойник и маг. У каждого класса есть три подкласса и также вы выбираете свою предысторию. Во всех предысториях у нас Рук, в принципе, это такой очень юный представитель своей фракции, который что-то накосячил и его отдали Варику на растерзание, грубо говоря, на такой, скажем, безвыходный, безвыходное задание, контракт и так далее. У каждого класса есть подклассы, я играла магом, все три подкласса пощупала и в целом все они играбельны. После того, как мы настроили нашего персонажа, мы переходим к настройке инквизитора. Ему мы можем выбрать внешность, предысторию в плане того, с кем был Роман, распущена была инквизиция или нет и что он хотел сделать с голосом. Остановить его любой ценой, либо же спасти. И все, в принципе, вот и все выборы, которые у нас переезжают из прошлых частей, что, конечно, мало. И более того, даже эти выборы в игре не то чтобы сильно показывают какое-то влияние. То есть они влияют на некоторые диалоги и на некоторые действия в конце. Справедливости ради будет сказать, что в целом это показательно, если вы создаете инквизитора, у которого был роман с Солосом, который хочет его спасти, да, это влияет на хорошие концовки в самом конце. То есть такой своеобразный финал романа из инквизиции. И в целом все. Дальше поговорим о структуре самой игры. Она в этот раз разбита на условные главы. Всего их 16. И каждая глава ознаменована каким-то переходом по сюжету. Больших, прямо критичных переходов нет где-то до шестой главы, где нужно выбрать город, который вы спасете, что в дальнейшем тоже повлияет на вашу историю. И в конце где-то с тринадцатой, по-моему, главы начинается уже несколько глав. Это финальная битва. В процессе между основными сюжетными квестами, с помощью которых осуществляется переход по главам, у вас есть возможность исследовать локации. Их несколько. И они довольно коридорные, с одной стороны. С другой исследовать их было довольно увлекательно. Интересные загадки, не сложные. То есть они не требуют от вас какого-то особо выдающегося ума, но при этом вы получаете удовольствие от того, что вы их разгадываете. И они иногда не самые очевидные. Иногда простые, иногда нет. Но они не заставляют вас уставать их решать. И каждый раз на любом закоулке любой территории вас ждет какой-нибудь сундучок, плюшка, что-то. Короче, какая-то награда. То есть маленькие плюшки, сундучки. В общем, есть какая-то награда за исследование. Но при этом оно не требует того, чтобы вы прям на сто процентов все исследовали. И игру вы можете пройти вообще не заглядывая никуда, не выполняя никаких побочных квестов, квестов соратников, региональных тоже заданий. Можно просто переть вперед по сюжету. Но тогда не удивляться финалу. Так вот о структуре. Значит, у нас есть основной сюжет, у нас есть квесты спутников, причем их реально много. У нас есть региональные квесты, которые влияют на взаимоотношения с фракцией. И есть небольшие квесты на локациях. Некоторыми неписями они простенькие. Сходи туда, сбегай здесь, убей кого-то, найди то-то. Но их мало они не напрягают и позволяют также улучшать отношения с фракцией, в отношении которой также происходят действия. Или на территории которой происходят действия. В этой игре вам придется договариваться и уговаривать всех. Вам нужно поддерживать хорошие отношения со своими спутниками, с фракциями, помогать им, чтобы потом в дальнейшем они помогли вам. И это действительно важно, это прям влияет на сюжет и на то, в каком состоянии вы доберетесь к финалу и какой финал вы получите. Концовок здесь несколько, о них мы не будем, иначе это довольно большие спойлеры. Но знайте, если вы хотите чего-то адекватного, вам придется выполнить все задания спутников и все задания региональные, чтобы максимально прокачать фракции. И вообще, в целом, обращая внимание на то, как Рук решает проблемы своих компаньонов, фракций, всех вообще на свете, создается ощущение, что он просто психолог всеятедоса. Еще этот незрелый молодой человек, которым нам показывают Рука в предысториях, но невероятно удачливый. Давайте пару слов скажу про сюжет, без спойлеров, но в целом свои впечатления и ощущения. Сюжет довольно неравномерный, то есть вначале идет такое слоу-развитие ситуации, плавно-плавно-плавно, а потом в какой-то момент у тебя просто начинается голубь дикой лани раненой, где тебе нужно успеть все, спасти всех. Но что ни отнять, в этом сюжете действительно много мрачника о том, как происходит борьба, о том, как люди что-то планируют, стремятся, и обстоятельствам по боку их планы и все остальное, и они просто погибают. И таких моментов довольно много. Было пару раз я даже прослезилась, то есть пробрало. Поэтому, несмотря на то, что какая-то вот, казалось бы, радужность, цветастость, идеалическая картинка в каких-то локациях, когда ты начинаешь читать записки о том, что там происходило, маленькие истории, кодекс, ты понимаешь, что это реально все еще тот самый опасный тедос, в котором ты неосторожно повернул голову, и тебя что-нибудь съело, убило, отравило, заразило, поглотило, осквернило, принесло в жертву. И тут мы плавненько переходим к лорной составляющей, о которой, ну, мне сложно говорить, потому что я лороведом большим не являюсь, но кое-что знаю. И даже с моими небольшими знаниями лора некоторые моменты были, с одной стороны, интересны, с другой, это просто такими белыми нитками было шито, что у тебя возникал вопрос, а как вообще вы к этому пришли, как вы, почему вы решили так сделать, в угоду чему. Реально много моментов, которые опровергают прошлые лорные моменты, и которые наворачивают уже своего, то есть того, что привносит нам Dragon Age Valeguard, перечеркивая, что было в прошлых частях. В угоду ли повесточке, в угоду ли переосмыслению, назовем это так, или мягкому перезапуску, как я это видела в некоторых, в некоторых форумах это обсуждается. Но сам факт в том, что лор был очень сильно исковергнут. Меня, например, очень сильно неприятно удивила эта история с Кунари и тем, что Антаам откололся от Кун, якобы больше ему не следует, захватил части города и, в общем-то, проводит свою собственную политику. И теперь они уже как бы не Талвазготы, но они и не следуют Кун. В общем, такой внутренний раскол фракции получается. Но мне кажется, что в структуре вообще кунарийской религии, скажем так, такого, в принципе, произойти не могло. С другой стороны, мне очень понравилось, как еще больше раскрыли лор гномов, историю про Скверну и Лириум. Но, с другой стороны, мне понравилось то, что, оказывается, у нас Скверна это уже, что это просто инструмент, скажем так, а им могут повелевать. И это не самое злое зло. И вообще, и эльфийские боги это не злое зло. В общем, очень странно это все. Как-то очень выглядит притянутым за уши, я бы так сказала. А что вообще сделали с фракцией воронов, это вообще не передать словами. Гильдия наемных убийц, которых воспитывали в жесточайших условиях выживания, которых подвергали пыткам и так далее, превратилась в какую-то киношную, мультяшную, мафиозно, вы знаете, такую, какую-то сицилийско-итальянскую мафиозную группировочку, которая вся такая напыщенная, что ли, кичащаяся тем, что они выполняют свои контракты. И просто вот это вот, мы должны выполнять свои контракты просто через фразу везде, где мы касаемся этой фракции. Ну как так можно было? И все такие сладкие булочки, и детей они спасают, и какому-то мелкому позволили свой дом основать. Как это вообще возможно в том мире, который мы знали ранее, и того, что мы знали о домах и в целом устроении структуры ворона вообще? Как? Как? Вот с этого у меня, честно говоря, больше всего пригорело. Что еще можно сказать про сюжет? Он вам подкинет пару таких неожиданных твистов, и если вы сами себе это где-то в интернете не заспойлерите, эти моменты будут действительно иногда шокирующими, расстраивающими и пробивающими на эмоции. Подробнее не могу сказать, потому что иначе это будет дикий спойлер, а я бы не хотела, чтобы те, кто еще не играл, словили этот момент. Вот есть моменты, которые нужно самим просто прочувствовать. А теперь давайте поговорим про спутников, потому что это, как мне кажется, оказалась самая разочаровывающая часть вообще всей этой игры, и которая, с одной стороны, вроде бы и неплоха, а с другой оставляет вот это ощущение, что мне недодали контента. Вот максимально. Начнем с того, что у нас в принципе нет красивой белой женщины и красивого белого мужчины, как спутников, и это уже явно отсылка к повесточке. То есть у нас все цветные, с какими-то своими особенностями и так далее. Тут нужно, кстати, сделать дисклеймер, что роман я проходила с Луканисом, и, возможно, это особенности его романа. Но я потом почитала по другим романам, сейчас давренно прохожу, и как бы в целом ощущение все равно везде плюс-минус такое. В общем, суть в том, что роман развивается очень плавно. Вот у тебя очень долгое время не происходит этого лока, соответственно, никаких реакций на роман у сопартийцев нет, конкретно в случае с Луканисом. У тебя персонаж даже на твой флирт вообще никак не реагирует. То есть ты ему вот как бы такой подкатываешь, а он тебе в ответ про работу. И так постоянно, и в какой-то момент ты уже такой думаешь, да зачем? Ну типа, мужик, ну не хочешь, ты бы так и сказал, и все. Давай остановимся на этом. Но нет. И так продолжается фактически до самого конца игры. И лог романа происходит буквально за несколько сюжетных квестов до уже финала большого игры. И там сразу несколько тебе красивых, восхитительных сцен выдают. И да, это поставлено хорошо, и это прям трогает за душу. Но после этого у тебя опять как будто какая-то пропасть, и ничего не происходит. И ты такой, черт, ну вы его так вот медленно тянули, 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 чтобы потом напихать мне две сценки и сказать типа, все, довольствуюсь этим. В смысле? Поэтому по роману у меня было ощущение реально, что контента не завезли. Вот знаете, как будто бы у них было сначала очень много денег, и они хотели все это очень плавно растянуть, разжевать, вот чтобы максимально плавно построены были отношения. Но потом им сказали, все, давайте, пора выпускаться, финансирование закончилось. И они такие, ну, ща. И за три секунды на коленке что-то там склепали. И это просто отвратительно, потому что единственное, что отличало игры, мне кажется, BioWare от других, это вот как раз классные спутники и классно прописанные романы. Даже сами разрабы говорили, что, ну, мы же ходим сюда за романчиками. Ну, окей, так если мы ходим сюда за романчиками, почему вы их так хреново сделали, скажите, пожалуйста? Почему такое ощущение, что персонажи какие-то плоские? Каждому персонажу выделили, знаете, как вот какую-то конкретную черту, и вокруг нее танцуют. Но люди же многогранны, и персонаж же, ты ожидаешь, что он будет многогранен. У того же Люка вот вся его просто сюжетка построена вокруг кофе. То есть, такое ощущение, что кроме кофе его вообще больше ничего не интересует. Хотя это профессиональный убийца. Из рассказов мы знаем, что он очень эрудированный, он много чего знает. Он метит на место первого когтя. Ну, не сам метит, его метят. Но это же не может быть какой-то чувак, который просто на кофе повернут, и больше его в этой жизни ничего не волнует. Почему вы так однобоко открываете персонажа? Тут еще стоит сказать, что довольно много моментов через романы и через сцены со спутниками не раскрываются. Они гораздо лучше раскрываются в бантерах. Когда вы таскаете с собой несколько персонажей, у них действительно начинают развиваться какие-то отношения. Я читала про то, что есть роман с Нив у Люка, например, если никого из них не романсить. Или вот как у меня он с Даврином, я их так часто таскала. Они там от любви до ненависти до дружбы дошли. Тут еще про Ниву скажу, что... Почему я ее Нивой называю, я не знаю, но вот она у меня Нива. Будет Нивой. В общем, неф Люканис, вот у них очень много взаимодействий. Такое ощущение, что их изначально вообще не хотели на роман давать, и это должен был быть вот такой роман, который бы игрок наблюдал. Но потом почему-то решили всех разлочить для романов, но при этом забыли переписать, расставить скрипты, чтобы некоторые штуки не срабатывали, когда у тебя уже вроде как какие-то отношения намечаются с персонажем. И вот это ощущение третьего лишнего игрока на фоне двух прописанных персонажей, которые друг с другом в диалогах раскрываются реально классно. И ты такой думаешь, ну типа, я для тебя шутка, что ли? Вот как так? В общем, запороли они, как по мне, этот аспект. Ощущением романа я осталась недовольна. И вроде бы, красивые в конце сцены. Они красиво показывают развязку, пытаются даже немножечко объяснить, почему он себя так вел, но этого недостаточно. С Давленом как будто бы роман пошел полегче, но его я еще до конца не допрошла, не знаю, чем он там закончится. Но вот у него как бы структура более идет мягкая, и, как ни странно, персонаж выглядит как будто бы даже чуть более объемным, чем тот же Люк. Но все равно у него все вертится вокруг его грифона. То есть вот, и как мне кажется, это прям вот целенаправленная работа сценариста, кто это писал, что у персонажа выбирается какое-то одно качество, и его вот со всех сторон усолят. Мне это не нравится. Теперь давайте поговорим о боевке. Вот боевка, это прям классно. Честно скажу, что из всех игр Dragon Age для меня данная боевка, она просто восхитительная. Она не напрягает. Вот даже 80 часов отыграв, и больше мне хочется возвращаться именно для того, чтобы кого-то попинать. Потому что это прикольно, это весело, это вызывает какой-то челлендж, и навыков хватает, обилок хватает, комбы со спутниками тоже хорошо. Ты учишься смотреть на зачарование, повышение уровня снаряжения, ищешь это снаряжение, подбираешь подходящее по ситуации, разные стихии комбинируешь, накладываешь улучшения. То есть система очень комплексная, большая, там есть где заморочиться, есть что интересного поколупаться, понастраивать, что одеть на спутников, на себя, как зачаровать, чтобы это все лучше работало, давало больше дамага. И что интересно, если этого не делать, то драться можно, но это гораздо сложнее. У тебя прям начинает местами подгорать, а на сложных боссах тебе кажется, что вообще дамага никакого нет. Но как только ты начинаешь брать спутников, которые между собой комбятся, настраивать их обилки, свои обилки, все это комбинировать, боссы просто проходятся по щелчку. И это прекрасно. Праведливости ради, замечу, что все-таки, я не знаю, я еще не пробовала, как играть рогом, например, лучником, но маг, который играет от посоха, который позиционирует себя как дальник, им играть сложно, потому что приходится постоянно уклоняться, потому что агро на сопартийцах нет, и, соответственно, все мобы бегут в тебя. А ты дальник, у тебя легкая броня, они тебя могут довольно быстро сложить, хотя не настолько быстро, как можно было бы ожидать. Но именно дальником играть, и вот это вот ощущение дальности дистанции, вот оно действительно сложно его уловить. И когда у тебя маг, например, играет от кинжала со сферой, и то есть такой полумилишник, скажем так, вот это ощущается, лично мне ощущалось гораздо приятнее, и там я могла чувствовать дистанцию, насколько у меня далеко летит основная атака, насколько далеко достает луч, например, и так далее. С посохом было сложнее ощущать, вот насколько далеко мне нужно стоять, чтобы и попасть, и чтобы долетел снаряд. Теперь давайте поговорим о такой вещи, как реиграбельность этой игры. Как я уже несколько раз упоминала, я начала игру сейчас за другого персонажа с другим романом, и вот я прохожу ее, и я вам хочу сказать, что реиграбельности фактически нет. То есть если не считать развилки на выборе города, во всем остальном реиграбельности нет. И с учетом того, что я прошла игру полностью, то есть я практически на сто процентов все локации зачистила, все квесты прошла, я получила свою лучшую концовку из финальную сцену, то есть сейчас мне в игре, по сути, кроме драки и просто того, что я хочу еще романчики посмотреть, переигрывать мне нечего. Что бы я не выбирала в других аспектах, оно по факту никак не влияет. Да, можно пошуршать, никого не качать, ничьи квесты не выполнять и просто еще посмотреть там, например, на плохую концовку, но это тоже не реиграбельность, как мне кажется. Поэтому воспринимать игру как прям многоразовую, с огромным количеством концовок и так далее не стоит. Baldur's на 10 голов выше будет, чем Dragon Age. Но с другой стороны, если воспринимать ее как просто линейную RPG с экшн-боевкой, то это вполне себе хорошая игра с таким героическим добрым сюжетом, где мы за все хорошее против всего плохого и где мы хотим расслабиться в процессе игры, немножечко попереживать, но не сильно, порешать головоломки, но не очень сложные. То есть вот именно почилить. Игра для почилить – это годится. Если вы ждете какой-то глубины, как вот в первой Dragon Age, наверное, было, ну тут этого нет. И нужно подходить, наверное, с ожиданием, не с ожиданием, а с осознанием того, что тут такого не будет. И когда ты перестаешь вот этого ожидать, ты в какой-то момент наслаждаешься игрой, тебе интересно, тебе нравится находиться в этом мире с этими немножечко однобокими персонажами, но все-таки, которые пытаются быть душевными, ты к ним все равно не привязываешься. То есть если в Инквизиции у меня как-то душа за некоторых болела, то тут за персонажей переживать вообще не хочется. Даже за свой романтический интерес ты не чувствуешь, что это твой романтический интерес, прям в полном смысле. И подводя итог, вот хочется показать, что, вы знаете, я когда прошла финал, во-первых, финал был очень такой какой-то скомканный, тоже как будто бы серии они его раскачивали, 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 а потом сказали, пора заканчивать, у нас бабки кончились. И очень быстренько все запаковали и слили концовку. То есть концовка у меня как-то не вызвала каких-то переживаний, соболезнований и так далее. У меня подумалось, что ну наконец-то отмучились, ваша история закончилась. И это не в контексте игры, что я отмучилась, что мне было тяжело дойти до конца. Нет. В плане того, как вот с персонажами, с тем же Солосом, что там происходило, Инквизитором и так далее, что, мол, ну все, ребята, наконец-то идите на заслуженный покой и надеюсь, что вы будете счастливы и больше вас никто не потревожит. И в этом плане вот эта вот двойственность ощущений, она прям максимальна. То есть, с одной стороны, у тебя ощущение, что тебе игра понравилась, тебе была интересная игра, и ты с удовольствием провел это время, тебя это увлекло. А с другой у тебя здесь проблемка, тут проблемка, здесь недодали, здесь как-то плоскенько, здесь повестки напихали столько, что ты думаешь, да нахрена мне это надо. Просто в какой-то момент у тебя вот это вот происходит окончание игры и ты такой, что это было вообще? Где я побывал? И начинаешь думать, разбираться и вроде бы да, а вроде бы нет. Я понимаю, что сейчас это звучит довольно сумбурно, но даже спустя неделю после того, как я завершила прохождение и я писала себе план, что я хочу рассказать в этом не обзоре, скажем так, у меня так и не сложилось финального какого-то мнения о том, что это однозначно хорошая игра, однозначно плохая. Нет. Эта игра вот она действительно противоречивая. В принципе, все игры Dragon Age были в какой-то степени противоречивые и делили игроков на от это величайшая игра до это максимальный провал. Каждая, даже первая часть, которую часто приводят как эталон, здесь то же самое. То есть есть за что похвалить, много за что ругать, и в целом тебе понравилось играть, и это было приятно. А с другой стороны, такое ощущение, что тебя местами просто за дурачка держат, которого вот прям надо за руку тянуть, и ты не как вот, ты не взрослый игрок, который сам сможет справиться с этим всем. В общем, такое местами рафинированное приключение для юных дев. На этом, пожалуй, закончим. Что вы думаете по поводу Dragon Age? Напишите в комментариях, как вам игра, понравилась или нет. От себя скажу все-таки в заключение, что мне игра понравилась. Мне она понравилась как игра, она мне не очень понравилась как Dragon Age. Вот. Она мне не дала того, что я ожидаю от серии Dragon Age. В частности, по романам, да, я разочарована. И можете сказать, что, да боже мой, это меньше из проблем, которые есть у игры. Возможно, да, но мне как игроку, лично мое мнение, я хотела романов классных. Я их не получила. Я получила несколько классных сцен, но комплексного ощущения от героев, в которого бы это действительно мог как-то проникнуться, я этого не получила. Поэтому мне интересно, какое впечатление у вас. Одинока ли я в своих мыслях или, возможно, для вас это просто худшая игра года или лучшая игра года. В общем, поделитесь, интересно почитать будет. Ну, а мы остаемся на связи. Впереди еще много интересного. Серии по прохождению будут еще выходить. Они уже готовы и ждут своего часа. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»